1 апреля 1994 года считается днем основания Ивановского зоопарка. На деле он появился гораздо раньше, в конце 80-х, и располагался он во дворце пионеров, это был кружок юнатов. Всего несколько питомцев и несколько сотрудников. Сейчас, 25 лет спустя, после официального основания, Ивановский зоопарк – это огромное разветвленное предприятие, в котором находятся больше тысячи питомцев. От зоопарка четверть вековой давности осталось немногое. Сменилось место, расширилась коллекция. Единственный хвостатый абориген – этот белохвостый орлан. Его юнатам привезли из Фурманова, раненым и ослабленным. Сейчас, годы спустя, животное чувствует себя прекрасно и планирует встретить 50-летие зоосада. Вместе с орланом все взлеты и падения переживал и бессменный директор зоопарка, человек, беззаветно любящий животных и, кстати, взаимно, Аркадий Борзов. Благодаря ему у нас в городе есть зоопарк в том виде, к которому мы привыкли. Обход я делаю несколько раз в день. Я, в первую очередь, проверяю всех животных, общаюсь с ними, с кем мне захочется. Соответственно, если я вижу какие-то недоработки или что-то нужно дополнительно сделать, я потом подхожу к заведующим, даю определенный какой-то совет или задание, и это выполняется. То есть, моя такая неотъемлемая часть. В кресле приходится сидеть не так уж и много, больше бывая на территории. Аркадия Валентиновича знают и любят все животные. Он не боится львов. С ним они ласковые, как кошки. Легко управляется и с хищными птицами. Например, с этим беркутом по имени Алтай они регулярно ездят на соколиную охоту. С пернатым друзья, отмечает руководитель зоосада. Когда работа любимая, хочется делать ее с удовольствием, детище свое растить и улучшать. Удачный зоопарк считается, это когда хорошие условия содержания, это включается не только вольера, но еще и питание. Питание у нас почти чуть ли не 70 на миновании хормов, это достаточно. Ну и соответственно измеряется по размножаемости, особенно редких видов животных. Это у нас проходит успешно. Мы, наверное, один из немногих зоопарков, а может быть единственный зоопарк, кто размножает хищных птиц, дневных и ночных, естественным путем. Мы не инкубируем, мы искусственно не выращиваем. То есть у нас все идет как в природе. Зоопарк – организация удивительная из точки зрения трудовых отношений. Здесь практически нет кадровой текучки. Кто приходит сюда работать по зову сердца, остается надолго. Как Нурия Дурныкина, заведующая сектором копытных, начинала еще в конце 80-х. Этой зимой у нее заслуженная пенсия. Но работу женщина не бросит, несмотря на сложности. Оказывается, с копытными работать едва ли не опаснее, чем с хищниками. На рога можно попасть. И запинывают они. Они бьют-то передними копытами. Очень хорошо бьют. Меня, в общем, били, наверное, все, кому не лень здесь. То есть успела, убежала, не успела, значит попала. Бывает, шибер не закрывается. Их перегнать в одну сторону. Шибер не закрылся, тут же пролетел один. Вот меня недавно тоже выпнули. Хорошо вылетело в калитку. У каждого животного есть имена. Слово «кличка» здесь не в ходу. У каждого свой характер, с которым приходится мириться. Тем не менее, сотрудники на работу ходят с легкой душой. Здесь отдыхают. Труд с животными очень благодарный. А эмоциональная отдача колоссальная. Работа заключается в кормлении животных, уборке вольеров, наблюдении за поведением. Нет ли там каких-то, допустим, отклонений от поведения. Если вдруг животное заболело, плохо себя чувствует, естественно, с ветеринарным врачом мы стараемся как-то полечить, дать какие-то лекарства. Хищников около 50 голов. Работаю с ними уже на протяжении почти 20 лет. Пока покусов не было. То есть соблюдаю технику безопасности. Много в зоопарке экзотических теплолюбивых животных. Много грызунов. Снимать их невероятно трудно. Все разбегаются, расползаются и мечутся по вольеру. Камеры они стесняются, поэтому к своему наставнику и опекуну Татьяне не подходит. Но на самом деле малышня приручена к рукам. Чувствует себя здесь комфортно и регулярно приносит потомство. Грызуны – это вообще отдельная история, потому что они достаточно рано становятся плавозрелыми. Они очень много рожают детенышей. И у них очень много всяких различных биологических особенностей. То есть кроликам, кролики к профаге, им обязательно нужно кушать свой кал, иначе будут проблемы. У них проблемы могут быть с зубами. Поэтому, когда содержатся в неволе, те же кролики, морские свинки, всем любителям животных надо сказать, что им обязательно нужно что-то грызть. Они не просто так названы грызунами. Постоянно растущие зубы – это проблема. Их надо обязательно стачивать. Потому что потомства много, Татьяне приходится работать и повитухой, и сиделкой. Малышня у грызунов и обезьян требует к себе все внимание, которое только возможно. Мне не приходилось быть именно с нашими японскими макаками, когда отказывались. То есть это три месяца, 24 часа в сутки, семь дней в неделю – ты мама. Это была просто репетиция своего материнства будущего. Три детеныша, такие же детские смеси, пеленки. Все то же самое, только в маленьком размере. Детеныши японцев рождаются весом около 500 граммов. И это просто маленький ребенок с такими же потребностями, с такими же проблемами. Мы так же ревем, когда у нас зубы, животики. Все это пройдено. И не раз. День сотрудника зоопарка расписан по минутам. Всех нужно покормить, некоторых приласкать, со всеми поговорить. Работа на свежем воздухе и под неусыпным вниманием посетителей. Их тоже хватает, особенно летом. Зоопарк не теряет своей популярности уже четверть века. Сюда приходят отдыхать душой, узнавать особенности фауны планеты и интересные факты, которых в книжках не прочитаешь. Ну, это наши черные грифы, которые, когда были молодые, были ручные, мы могли их погладить, подойти спокойно, возле них присесть и гладить. Но когда они выросли и стали семьей, как муж и жена, у них стали появляться яйца, они стали агрессивны. Они нас не пускают на свою территорию, как любое дикое животное не пустят на свою территорию конкуренток, скажем так. Для них мы конкуренты, потому что мы их знали, они нас знали с детства. Поэтому сейчас у них тут яйцо, и мы даже не можем зайти в этот вольер спокойно, чтобы покормить хорошенько. Приходится очень опасно, аккуратно, страшно иногда бывает делать вот так вот всего лишь. Потому что как только мы зайдем, они тут же нас порвут на маленькие кусочки. В праздновании юбилея зоопарк отложат до мая. Нужна хорошая погода, чтобы все было в цвету и посетителям было максимально комфортно. Пригласят и детей, и взрослых. Вечеринка обещает быть грандиозной. А руководство останавливаться не собирается. В планах расширять коллекцию, увеличивать вольеры и осваивать территории зоосада. Место есть. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иванова.